Добро пожаловать на наше следующее видео. Что происходит, профессор? Здравствуйте, Вальтер. Мы снова вернулись. Да, и я рад этой дискуссии. Вы откроете нашу встречу молитвой? Да, с удовольствием. Отец Небесный, когда мы собираемся обсудить центральный вопрос плана спасения, я молюсь, чтобы Ты был с нами Твоим Духом, так как это очень важная тема. Я молюсь, чтобы Ты просветил наши умы, ибо Тебе нужно расти, а нам умоляться. Во имя Иисуса. Аминь. В прошлый раз мы закончили на вопросе о пескуплении. Не могли бы Вы кратко напомнить нам о том, о чем мы говорили в прошлых двух лекциях? Да, мы обсуждали Вавилон и Учение Змея. И наш водный текст был в Бытие 3.1, где Змей сказал жене, «Подлинно ли Бог сказал?» А затем мы посмотрели на три лжи или искажения, которые дьявол принес в этот мир. Первая ложь, как вы помните, была о бессмертии. «Нет, не умрете». Затем мы рассмотрели вторую ложь. Змей сказал, «Вы будете как боги». И третья заключалась в том, что вы сможете различать добро и зло. А потом мы просмотрели документы, и мы увидели, что Рим проповедует это учение. Все три из заявлений змея. Все три. Другими словами, это не то, что сказал Бог, это то, что сказал змей. И это является главным. Но есть одна проблема, которая не совсем подчеркнута здесь, но которая очень-очень важна. А затем было утверждение, что после падения человека дано было обетование о Мессии, который должен был прийти. Помните, там говорится, «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Это было великое мессианское обетование, что Мессия придет и сокрушит голову змея. Помните, мы обсуждали, как в Библии Дуэ Реймса, это римская католическая церковь, Библия иезуитов изменила это обетование. Оно стало женственно. И они говорят, что это ссылка на Марию, но это также может быть и ссылка на церковь. Так что церковь это выполнит. Потому что все, что они говорят, основано на том, что говорит церковь, а не на том, что говорит Бог. Итак, эта вражда между тобой и женой, и семенем, змея и семенем, невестой Христовой, будет продолжаться до конца времени испытания. Это тема, которая проходит через всю историю. И эта война будет продолжаться до Второго пришествия. А также в той лекции у нас был этот слайд, на котором говорилось, подлинно ли сказал Бог, что существует только один способ обеспечить искупление. И вы помните, в 4 главе Бытие, стих 4, мы читаем, «И Авель также принес от первородных стада своего и оттука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Каин сильно огорчился и поникло лице его. Теперь, вот два способа искупления, которые описаны здесь. Первый способ – это путь Авеля, который должен был принести в жертву акца, который предвещал пришествие Христа. А другая жертва, жертва Каина, была жертвой произведения его рук. И тот факт, что Каин был очень разгневан, когда его жертва была отвергнута, это показывает часть человеческой природы. Вы хотите быть в состоянии сделать это самостоятельно. Почему вы должны быть полностью зависимы? И это очень важный вопрос. В ходе этого возник вопрос о жертве, которую принес Каин. Он не был скотоводом. Итак, почему его жертва не была принята? Бог предписал, как это должно было происходить. Это не было введено во времена Каина и Авеля. Это было введено во времена падения Адама и Евы. Они должны были принести в жертву ягненка или овцу. Они должны были пожертвовать ее, потому что это была типология. И так же, как и евреи, должны были принести ягненка, принести его в жертву, а затем священник брал на себя это. Итак, Адам и Ева должны были зарезать это существо, это животное, и кровь, которая текла, была прообразом крови Христа, которая будет течь от их имени. Как насчет той части Библии, в которой говорится, что Бог сделал одежду для Адама и Евы? Верно. Итак, какой был вклад Адама и Евы? Они должны были принести жертву. Они должны были убить жертву. А Бог сделал одежду. Он обеспечил тип одежды праведности того, кого она представляла. Некоторые люди думают, что Бог действительно принес первую жертву там, в Эдеме. Но Адам и Ева должны были принести в жертву животное, пожертвовать животное, потому что, если вы посмотрите дальше, как это было предписано евреям, если вы были грешником и принесли жертвенное животное, то вам приходилось перерезывать ему горло. Вы должны были инициировать действие, потому что вы были ответственны за смерть акца. Это очень интересно. Итак, здесь мы видим, что жертва Каина не была принята. Теперь, если это было предписано, и вы должны были принести ягненка, тогда он должен был принести ягненка, а не овощи. Но, вероятно, вы знаете, что они были и фермерами. У них были все эти вещи. Они не только концентрировались на одной какой-то проблеме. В те дни у них не было монокультуры. У них были все виды продуктов, с которыми они работали. И животные были неотъемлемой частью существования и жизни. И их использовали для работы. Итак, Авель принес жертву, которая была приемлемой. Каин принес жертву, которая не была приемлемой. И этот конфликт длится с начала времен. И антитип Каин сегодня все еще очень укоренен. Они не примут, что вы можете быть спасены кровью одного только акца. Вот почему этот вопрос искупления так важен. Теперь, когда мы посмотрим на предыдущие темы и рассмотрели три вопроса, о которых упоминал змей, до того, как Адам и Ева пали, нет, вы не умрете, вы будете как Бог, и вы сможете своими силами определить, что правильно, а что нет. Вам не нужен Бог для этого. Тогда мы увидели в нашей дискуссии, что именно этому учит римская церковь. Три лжи Эдема. Теперь, с точки зрения искупления, какой из двух методов, чтобы быть последовательным, как ты думаешь, что они принимают в качестве своего учения? Способ Каина? Способ Каина. На самом деле, они называют метод Авеля анафемой. Анафема. Вы прокляты, если вы следуете методу Авеля. Поэтому нам нужно немного подробнее рассказать об этой проблеме, потому что это сердце Евангелия. И затем, когда вы соберете все пазлы вместе, вы увидите, что один путь библейский, и это тот путь, который предписал Бог, а другой – путь Каина. И он полностью противоположен тому, что предписал Бог. Дьявол – мастер все искажать. Он переворачивает все с ног на голову. Если вы являетесь частью той стороны, и вы можете осознать, что вы являетесь частью той стороны, которая верит Каину, и все это лжи дьявола, тогда вы знаете, что верят частью Вавилона. Да. Но даже если у вас есть только некоторые аспекты этого, то вы частично вавилонянин. Но как только вы принимаете авторитет того, кто является полностью вавилонским, тогда вы становитесь частью Вавилона. Итак, давайте посмотрим на тему искупления. Да. Исайя 53, 12. «Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Сбылось слово Писания, и к злодеям причтен. Какой прекрасный стих в Исайе, указывающий на Иисуса Христа. Он понес на себе грех многих и к злодеям причтен был. Это план спасения. В Римлянам 3, 25 мы читаем, «Которого Бог предложил в жертву умилостивления». То же слово, что и престол или крышка милости, греческое «хилостерион». «Крови его через веру для показания праведности его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию праведности его в настоящее время, доявится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Итак, Библия ясно учит, что мы спасены верой благодаря крови Акца. У нас нет своей собственной праведности. Праведность меняется и наделяется благодаря Иисусу Христу. Это библейское учение. Мы спасены благодаря Его крови. Другими словами, Иисус умер ради меня, потому что жизнь в крови. Рим отрицает это. Рим говорит, «Иисус никогда не умирал ради вас. Он умер. Но Он не умер ради вас». Да, Он умер. Но это как акт совершенного послушания. И благодаря Его совершенному послушанию и праведности, Бог прощает вас. Но Он не сделал это ради вас. Итак, в католическом богословии вы должны самостоятельно избавиться от своих грехов. Вы должны произвести покаяние. Вы должны заплатить цену. И теперь, когда ваши грехи прощены, вы все равно не заплатились за эти грехи. Поэтому в католическом богословии, когда вы собираетесь на небеса, вы не можете попасть на небеса, потому что вы еще не заплатили за свои грехи. Вы должны пойти в чистилище, и там вы расплачиваетесь за грехи. И в зависимости от того, сколько было ваших грехов, зависит ваше пребывание в чистилище. Верно? Это католическое богословие. В библейском богословии Иисус Христос заплатил цену. Согласно Исаии, Он заплатил цену. И благодаря Его крови Я спасен. И Его праведность вменяется и наделяется Мне. Это библейская позиция. Итак, давайте посмотрим на лютеранское вероисповедание. Здесь говорится, Евангелие, однако, является той доктриной, которая учит тому, во что человек должен верить, чтобы получить прощение грехов от Бога, поскольку человек не смог заблюсти закон Божий и нарушил его. Его природа развратилась, мысли слова и дела и ведут войну против закона, и поэтому он подвержен гневу Божьему. Все согрешили и лишены славы Божьей. Наказание за грех – смерть. И ведут войну против закона, и поэтому он подвержен гневу Божьему, смерти, временным страданиям и наказанию адского огня. Содержание Евангелия заключается в том, что Бог Христос, наш Господь, сам принял и искупил от проклятия закона, которым является что? Что? Смерть. Искупил и заплатил за все наши грехи. И только через него мы вновь обретаем благодать Божью и получаем прощение грехов через веру и освобождаемся от смерти и от всех наказаний за грех и спасены вечно. Итак, здесь нет чистилища, потому что нет чистилища в Библии. Это чисто католическое изобретение. На самом деле, это греческая философия. А теперь, гнев Божий. Это взятое из рукописи, это адвентистский источник. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» и Иоанна 3,16. Эти слова показывают нам, почему Божий гнев обрушился на Его Единородного Сына, в то время как невинный пострадал за виновного, почему справедливый понес наказание целиком несправедливого. Иисус пришел понести наказание за преступление человека, чтобы поддержать и оправдать неизменность закона Божьего и справедливость Его правления. Он пришел, чтобы покончить с грехом и принести вечную праведность. Это полностью библейское понимание. Итак, почему Иисус должен был умереть? Потому что закон Божий не может быть отменен. Потому что Библия говорит, что там, где нет закона, нет преступления. И если нет преступления, то нет наказания. Итак, тот факт, что Он умер, означает, что закон не мог быть отменен. Все реформаторы признали это. И они ясно дают понять, что тот факт, что Иисус умер, означает, что закон продолжает существовать. Уэсли сказал это, Мартин Лютер говорил это, все говорили. Но почему тогда современный протестантизм говорит, что смерть Христа уничтожает закон? Если бы он мог отменить закон, ибо бы не пришлось умереть. Таким образом, современный протестантизм также идет по путям Вавилона. Потому что если вы убираете закон, вы лишаете Бога правления. Если вы убрали правление Бога, какое правление вы поставили на его место? Правление человека. Да, правление человека. Что они соблюдают? Они соблюдают воскресенье или соблюдают субботу? Итак, какой закон они соблюдают? Они соблюдают закон Папы, Вавилона. Итак, это вавилонское учение. Это вавилонское учение и поклонение Солнцу. Итак, скажем прямо, вы являетесь частью Вавилона, если вы придерживаетесь этих учений. В Библии есть маленький стих, который говорит, если ты знаешь и не делаешь это, то на тебе грех. Но есть еще один стих, который говорит, оставляя времена неверения, Бог повелевает. Итак, никто не несет ответственность, пока они не столкнутся с истиной, не будут осуждены истиной, пока не отвергнут истину. Но мир движется в направлении вавилонского учения, включая протестантов. Теперь, католики отрицают, что Бог ислил свой гнев на Сына. И некоторые из их богословов, или, по крайней мере, те, кто из института Иисуса, говорят, если это так, то вы должны любить Сына и ненавидеть Отца. Я слышал это. Ты слышал это? Какой Отец будет так поступать с Сыном? Но ты видишь, что они не понимают Божество, потому что Иисус говорит, «Я и Отец одно». Вся божественность была вовлечена. Но почему Иисус должен был умереть? Потому что в Адаме все согрешили. Итак, все человечество в своем падшем состоянии было во Христе. Прежде чем оно было в Адаме, потому что Он Создатель. Поэтому только Бог, только Создатель мог заплатить эту цену. Поэтому, как Мартин Лютер, я хочу повторить, на всем стою. Бог, который не умер за меня, не мой Бог. Потому что никто другой не мог умереть за меня. Потому что Библия ясно говорит, что я не могу унаследовать твои грехи, ты не можешь унаследовать мои грехи. Я должен нести ответственность за свои собственные грехи сам. И так только Бог, в котором корпоративно находило все человечество, мог умереть за мои грехи. Но что Он требует от меня? Я однажды имел интересную дискуссию. Этот человек был адвокатом. И он знал, что я христианин. Я имел дело с собственностью, я покупал недвижимость, а он был адвокат. И мы начали говорить. И он однажды сказал, пожалуйста, закройте дверь. Я сказал, конечно. И он сказал, можно задать вам личный вопрос? Я сказал, нет. Я не настроен на разговор. Он сказал, вы христианин, и вы проповедуете. Я сказал, да. И он сказал мне, я хочу быть христианином, но я не могу. Я спросил, почему нет? Он сказал, я адвокат. Это недопустимо, что Христос умер и заплатил цену за грешника. Потому что если я нахожусь в суде, и есть виновный человек, который является убийцей, или насильником, или какое-либо другое преступление он совершил, кто-то другой встает и говорит, я умру за него, это является актом милосердия. Но это не справедливость. Справедливость требует, чтобы грешник, виновная сторона, заплатил цену. Итак, христианство не должно так работать. Я сказал ему, но ваше мышление есть упущение. Вы видите, протестантизм учит прощению, а непоследствиям это то, что мы читали в Турдах Муди в последней лекции. Ты помнишь? Протестантизм отказался от своего морального компаса и не позволил Библии учить их. Недостаточно иметь Иисуса своим спасителем. Вы должны быть полностью послушны. Вы должны вернуться в гармонию с послушанием. Итак, я ответил ему, вы правы, за исключением того, что Библия ясно учит, что если вы во Христе, вы должны умереть во Христе. Я умираю во Христе, и я воскрешен во Христе. Требуется новое рождение. Это требует смерти ветхого человека и воскресения нового человека, который позволит Богу работать в его жизни. Итак, кто платит цену? Иисус платит цену корпоративно за все человечество, потому что в нем было человечество. Но я должен заплатить цену также. Я должен умереть. И как только я приму Иисуса как своего Спасителя, я должен умереть для себя. И я должен воскреснуть в нем. Это является новым рождением, и без него я не смогу увидеть небеса. Я новое творение, и моя собственная мама не узнает меня. Кем я был раньше, и кто я теперь? Если я был пьяницей, теперь я не пьющий. Если я был обжора, я больше не обжора, и так дальше. Люди должны измениться. Если я жил где с гармонией, с требованием Бога, теперь я должен жить в гармонии, с требованием Бога. Итак, христианство без последствий не является истинным христианством. Итак, Божий днев обрушился на Его Сына, и Он корпоративно заплатил цену за меня, как корпоративный человек, Бог-человек, единственный, кто был полностью человеком и все же полностью Богом. И это требует, чтобы я вернулся в гармонию с Его законом и справедливостью Его управления. Он мой царь. Итак, это краеугольный камень христианского учения. Римлянам 5,6 «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог, свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грехи, и грешниками». В Писании ясно сказано, что Иисус Христос умер за нас. «Посему тем более ныне, будучи оправданным кровью Его, имеется в виду Его смертью, спасаемся им от гнева». Итак, Он тот, кто принял гнев Божий. Это то, чему учит Писание. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его», разве не ясно учить Священное Писание? «То тем более примирившись, спасаемся жизнью Его, и не довольна сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение». Английское слово «at one man», что означает «становиться одно», мы снова одно с Богом. «Он заплатил цену за меня». Он Бог, и все человечество пребывает в Нем. Он заплатил цену. Он умер не только за меня. Он умер, как я, и Он умер, как ты. Он умер за всех. Он заплатил цену. Ноказание за грех – смерть. Но Он не имел греха. Как человек, который не имел греха, Он воскрес из мертвых. И Божественность взяла с собой человечество и восстала из мертвых. И теперь, приняв верой Его жертву от Моего имени и покаявшись, и позволив ветхому человеку умереть в Нем, я смогу воскреснуть в Нем для вечной жизни. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Это прекрасное учение. Это логическое учение. Оно удовлетворяет требования справедливости и отвечает требованиям милосердия. Прекрасное учение. А теперь, римский католический взгляд на искупление. На Тренском соборе, декларация которого все еще в силе, римско-католическая церковь официально осудила библейскую диктрину только верой. Рассмотрим некоторые аспекты. Если кто-то говорит, что оправдание только верой, это не что иное, как уверенность в божественной милости, которая оправдывает нас благодаря Христу, или что только одна вера оправдывает нас, пусть будет такому человеку анафема. Будь проклят. Библия говорит, что вы спасены только верой, а они проклинают вас. Если кто-то говорит, что полученная справедливость не сохраняется, а также не увеличивается перед Богом посредством добрых дел, но эти дела являются лишь плодами и полученными признаками оправдания, но не причина его увеличения, пусть будет такому человеку анафема. Это библейский взгляд? Нет. Итак, являются ли они учреждением, источником которого является Библия? Нет. Они отрицали Библию, мы читали эти стихи. Теперь давайте посмотрим на практике, действительно ли это так. Итак, что они на самом деле говорят? Они говорят, что Иисус никогда не умирал за вас. Он умер. Но это как акт совершенного послушания, но не за вас. Вам все равно придется расплачиваться за свои грехи. И что это тогда было? Это был просто хороший пример. Таким образом, мы можем быть такими же, если мы сможем сделать это своими собственными делами. Верно? Тогда мы станем Христом. Это учение Нью Эйдж. Аллен Джон, преподобник Кафедрального собора в Сан-Франциско, написал книгу под названием «Перосмысление христианства». В ней он написал «Зацикленность в церкви на смерти Иисуса, как универсального спасительного акта, должна прекратиться, и место креста должно быть переосмыслено в христианской вере». Зачем? Из-за культа страданий и мстительного Бога за ним. «Как Бог может быть мстительным, если Он берет на Себя наказание, которое должно быть на мне?» Это акт невероятной любви. А они говорят, что Он мстительный. Итак, в действительности это означает, что они имеют образ Бога, гневного Отца и отдельное существо Сын, который должен нести гнев, потому что Отец не хочет нести его. Но есть единый Бог. Иисус полностью Бог. Он един с Отцом. Божество было вовлечено в эту крестную жертву во всей ее полноте. Аллен Джонс дальше продолжает. «Искупление, жертва Иисуса, должна была утолить гневного Бога. Вы можете сказать что-то подобное, то есть, только если вы не верите, что Иисус был полностью Богом или что у Него, возможно, была только обмененная божественность. Но Он был полностью человеком и Он был полностью Богом. Он был, согласно Писанию, Бог-творец. Он был тем, кто говорил в начале. В начале было Слово, Слово было у Бога и Слово было Бог. Он тот, кто вызвал человечество к существованию. Без Него ничего не было создано. Итак, мы верим в личностного Бога. Личностный Бог, через которого мы имеем доступ к Иисусу Христу, который является личностью, но един с Отцом. Итак, уголовная замена была названием того, что он называет этой мерзкой доктриной. Итак, тот факт, что Библия учит, что Бог взял на Себя в Иисусе Христе наказание за мой грех, является мерзким мучением, а Библия называет это Евангелием, что означает, что хорошие новости, а они называют это мерзкими новостями. Это серьезный вопрос. Вот еще одна статья. Ричард Леннард, несомненно же, иезуэтский священник, а также директор австралийского католического кинопроката. Очевидно, им нравится Иезуитский театра, верно? И он заявляет о бескуплении. Большая часть интервью на радио под названием «Что сказать о страданиях и смерти» была интересной, но я нашел комментарии Ричардса о бескуплении особенно интересными. Десятки лучших гимнов для христиан всего мира, я думаю, эта песня «Как ты велик» почти каждый раз попадает в пятерку. И действительно, мне нравится песня «Как ты велик». Мы пели ее на месте совсем недавно, и я с удовольствием и радостью раздавал ее. Но я не могу петь третий куплет. Я с радостью пую первый куплет и радостно воспеваю в пятом куплете, но третий куплет говорит, «И когда я думаю, что Бог, не щая своего сына, послал его умирать, я едва могу принять это». Ну, я не могу принять это, потому что я не верю в такого рода богословие. Это происходит в определенный момент в католической теологии под названием «Теория искупления». Это не теория. Одиннадцатого века основывая на письме Павла Кримлена, поэтому у него есть некоторые новозаветные корни. Просто посмотрите, как они отмахиваются от Писания. Но когда вы распаковываете эти части в Новом Завете, они используются совершенно особым образом, который, я думаю, утратил смысл в отношении выкупа рабов и всего процесса искупления. А потом это подхватывает за искупление, а затем протестантские реформаторы действительно усовершенствовались в том, что называется теология искупления. Это единственный способ для Бога, чтобы стать счастливым с миром. Это совершенный сын, чтобы совершить совершенную жертву, чтобы гнев Бога был удовлетворен. Нет, Бог справедливый, наказание за грех смерти. Единственный способ решить проблему, чтобы оставаться справедливым Богом, это нести наказание самому. Как они могут исказить это таким образом? Есть еще один способ понять, почему Иисус умер, и именно поэтому Иисус был убит. Видишь, как они говорят, Он не умирал за вас. В книге я говорю, что может быть сейчас более полезно сказать, что Иисус пришел прежде всего не для того, чтобы умереть, а пришел, чтобы жить. Но что говорит Библия? Колоссянам 1.14 «В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Иисус умер ради меня, верно? Колоссянам 1.20 «И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших, некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою благодаря Его праведности. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Библия ясно выражается? Да. Итак, любой, кто верит, что Иисус не умер за вас на кресте, включая Ислам, они отрицают искупление. Это включает в себя и мормонизм. Мормоны отрицают искупление. Это довольно грустно. Это суть христианства. Есть красивый гимн, который был написан Чарльтом Уэльси. Этот гимн считается одним из самых любимых гимнов Уэсли из шести тысяч написанных им. И он называется «И это может быть». Это один из моих любимых гимнов. И в отличие от «Изуитой могу петь с полным удовольствием». Я люблю эту песню. И может ли быть, что я заинтересовался кровью Спасителя, который умер за меня, кто принял мою боль, за меня, кто его до смерти преследовал, удивительная любовь. Он понял это. И дальше куплет. Он должно быть очень неприятный для иезуитов. Удивительная любовь. Как так может быть, чтобы ты, мой Бог, должен умереть за меня? Самое красивое христианское учение. Все это тайна. Бессмертный умирает. Кто может исследовать странный план? Напрасно. Перворожденный Серафим пытается озвучить глубину божественной любви. Это все милосердие. Пусть земля преклонится, пусть умы ангела больше не спрашивают. Удивительная любовь. Как так может быть, что ты, мой Бог, должен умереть за меня? Он оставил трон своего отца в вышине, опустошил себя от всего и кровоточил за беспомощную расу Адама. Все, что он упомянул бесплатно, о Боже, это покорило меня. Разве это не прекрасно? Удивительная любовь. Как так может быть, что ты, мой Бог, должен умереть за меня? Удалив искупление, вы удаляете центральность Христа и ставите человечество на его место. Вы добираетесь туда своими делами, вы платите собственную цену, даже за свои прощенные грехи, за которые вы платите в чистилище, и Иисус исключается из уравнения. Тогда какова была его цель? Хороший пример? И это все? Мы должны быть осторожны, когда делаем Иисуса лишь нашим примером. Да, Он наш пример, но Он намного больше, чем наш пример. Он наш Бог, Он наш Царь, Он наш Спаситель, Он наше Искупление, Он Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Все, что меньше этого, это язычество, это вавилонская религия. Теперь ты понимаешь, почему мы должны бежать из Вавилона? Долго моя духовная жизнь была заключена в ночи греха. Твой луч рассеял тьму, я проснулся в подземелье, наполненном жизнью, мои цепи упали, мое сердце было свободно, я встал и последовал за тобой. Удивительная любовь, как так может быть, что ты, мой Бог, должен умереть за меня? Это бесконечно красивый стих. Я не боюсь осуждения, Иисус, и все в нем мое. Живу я в нем, Он мой руководитель, и одетый в Божью праведность. Смелее я подхожу к вечному престолу и претендую на венец благодаря Христу. И дальше припев «Удивительная любовь, как так может быть, что ты, мой Бог, должен умереть за меня?» Уэсли понял суть христианства. Окончательная ложь, или последняя ложь, соблюдение воскресения. Это апостольское письмо Диас Доминия святого отца Иоанна Павла II епископам и духовенству. Когда на протяжении веков она принимала законы в воскресном покое, церковь имела в виду прежде всего работу, слуги, рабочие, конечно, не потому, что эта работа была менее достойной по сравнению с духовными требованиями соблюдения воскресения, а скорее потому, что ей нужно было регулирование, чтобы облегчить их бремя, и таким образом позволяет каждому сохранять День Господен Святым. В этом вопросе мой предшественник, Папа Лев XIII, в своей энциклике «Рерум новарум» говорил о воскресном отдыхе как о праве рабочих, которые государство должно гарантировать. Поэтому и в особенных обстоятельствах нашего времени христиане, естественно, будут стремиться к тому, чтобы гражданское законодательство уважало их обязанность соблюдать только воскресенье. Он хочет, чтобы церковь и государство были вместе. Разве Библия не говорит, что это произойдет? А это вот интересный катехизис. Это толковый катехизис. «Беламин форум». «Беламин» означает «кардинал Беламин». Интересно, что сегодня протестантский мир принимает версию кардинала Беламина об Антихристе. И он говорит, что Антихристи придет в будущее. А это вавилонский взгляд на этот вопрос или библейский? Ясно, что не библейский. Теперь, это шесть заповедей Рима, которые особенно относятся к воскресенью. Они довольно интересные. Первое. Шесть заповедей церкви об усилении третьей заповедей Деколога. На самом деле, это четвертая заповедь, потому что, поскольку Рим удалил вторую заповедь и стало только девять заповедей, поэтому они разделили десятую на две, чтобы получить десять заповедей снова. Но все сдвинулось на один, поэтому третья в действительности это четвертая. Итак, они не действуют в соответствии с Библией, они действуют в соответствии с их традицией. Шесть заповедей церкви по усилению третьей заповедей, которая на самом деле является четвертой. Так что, заповедь о субботе. Первая заповедь церкви предписывает верным отдыхать от работы в определенные дни, кроме одного дня, чтобы благодарить Бога за особой милости. Вторая заповедь церкви определяет порядок соблюдения воскресенья и других священных дней. Третья и четвертая заповеди церкви обязывали нас исповедаться и причащаться по крайней мере раз в год. Пятая заповедь заставляет нас поддерживать наших пасторов. Шестая запрещает нам вступать в брак не с католиками или вступать в брак в запрещенные времена. Итак, у них есть разные виды правил, которые не библейские. Они основаны на традиции. И Библия говорит, «Но чтетно чтут меня, уча учениям и заповедям чиновеческим». Учение их традиции это для них как доктрина. Итак, это конкретные законы. Интересно, что на одном из консервативных католических сайтов они даже утверждают, что Дональд Трамп юридически не женат на своей жене, потому что он протестант. И если он не отменит этот брак, а затем снова женится по католическим законам, то только тогда он будет действительно женат в глазах церкви. Это интересный момент. Номер два. Мы строго соблюдаем заповеди церкви, потому что их непослушание церкви является непослушанием Христу. Но какому Христу? Не Христу Библии, потому что Он сказал нам соблюдать седьмой день, а не говорят нам соблюдать первый день. Значит, должен быть другой Христос на земле, верно? Христос наделил церковь теми же полномочиями, которые Он сам получил от Своего Отца. Он сказал апостолам, как Отец послал Меня, так и Я посылаю вас. Есть разница между посылать кого-то и соблюдением совершенно новых заповедей, верно? Он никогда не говорил, как Отец послал Меня с законами и заповедями, чтобы научить вас, так и говорю, научите нашим законам и заповедям. Он никогда не говорил этого. Поэтому, когда церковь предписывает нам что-либо, это то же самое, что если бы Христос предписал что-то, даже если это противоречит Его Слову. Истинно говорю вам, что все, что вы свяжете на земле, будет связано на небесах. Не повинуясь церкви, мы не повинуемся Христу. Как Он сказал апостолам, отвергающий вас отвергает Меня. Господь говорит о церкви как о царстве. Он также сравнивает ее с паствой, чтобы научить нас тому, что дети церкви должны подчиняться церковным настоятелем. Каждое общество уполномочено принимать законы, которые члены должны соблюдать. Это делает церковь устами Бога, делает его известными нам. Поэтому тот, кто произвольно нарушает один из церковных законов, совершает тяжкий грех. Интересно, что Дух Пророчества говорит нам, пусть никто не указывает вам на ваш долг. Вы можете быть в гармонии с Писанием, но я не могу быть твоей совестью, а ты не можешь быть моей совестью. Моя совесть должна диктоваться Богом. Номер три. Руководители церкви уполномочены освобождать верующих от соблюдения каких-либо заповедей церкви по веским причинам. Это очень интересно. Говорит ли Бог при определенных обстоятельствах, что вам не нужно соблюдать мои заповеди? Нет. Он когда-нибудь говорил это? Нет. Никогда в Писании Он не говорил этого верно, что при определенных обстоятельствах вы не должны соблюдать заповеди. Конечно, не говорил. В Библии нет ничего подобного. На самом деле, Он сказал, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Да, соблюдите Мои заповеди. Я Господь, я не изменяюсь. Но Рим говорит, что они могут изменять заповеди. Первая заповедь церкви. Соблюдение воскресения и святых дней. Это первая заповедь. Самое важное. Первая заповедь церкви. Торжественное соблюдение святых дней. Есть семь праздников нашего Господа, пять нашей Девы и три для святых. Это очень интересно. В католическом христианском наставлении дано объяснение относительно этого вопроса. Имеет ли право католическая церковь вносить какие-либо изменения в заповеди Божьи? Ответ. Вместо седьмого дня и других праздников, назначенных ветхим законом, церковь предписывает отделить воскресения и святые дни для поклонения Богу. И это мы теперь обязаны соблюдать в соответствии с Божьими заповедями вместо древней субботы. Итак, кто это изменил? Римский католицизм. Чей властью? Чей властью? Церковной. Их собственной властью. Вот документ от 17 июня 2020 года. Он вышел совсем недавно. Это журнал «Крайсис», «Голос для верных католических мирян». И там говорится «Вернуть синие законы». В Соединенных Штатах в седьмой день недели торговля и промышленность кажутся приостановленной по всей стране. Весь шум прекращается. Глубокий мир, или вернее, своего рода торжественное созерцание занимает его место. Душа восстанавливает свою собственную сферу и посвящает себя медитации. Алексис Токьюевилл написал эти слова в своем шедевре политического и социального анализа, который называется «Демократия в Америке» в 1835 году. Так что это старое утверждение. А потом говорится об этом прекрасном мире, который у них был, когда они соблюдали воскресенье. Мы опускаемся немного ниже, здесь говорится, тем не менее, американцы в те первые дни карантина, имеется в виду о COVID-19, после того, как дымка испарилась, проснулись с удивленной оценкой того, что предыдущие поколения считали нормальным. Воскресные законы, иначе известные как «синие законы», по мере того, как Америка возвращается к нормальной жизни, мы должны рассмотреть эти законы и их многогранную пользу. Мы должны вернуть их. «Признание выгоды субботы не ограничится только такими христианами, как Папа Франциск, который в интервью 2018 года заявил, «Один день в неделю» это наименьшее. Из благодарности поклоняться Богу, чтобы проводить время с семьей, чтобы играть, чтобы делать все эти вещи. Мы не роботы». Дальше цитата. Джей Левковиц, адвокат, еврейский адвокат, который сказал, что евреи также соблюдают субботу, это приносит здоровое разделение и баланс между работой, игрой, поклонением и так дальше. Затем он ссылается на эту более раннюю цитату. Человек определил несколько преимуществ для тех, кто склонен к американскому отдыху. Первое, как поклонение Богу, ориентируя человека на трансцендентность и его цели, в церкви американец слышит о необходимости контролировать свои желания о тонких удовольствиях добродетели, истинного счастья, которое они приносят. А затем он поет восхваление о том, как замечательно было, когда они все соблюдали воскресенье. Второе преимущество – это качество закалки в субботу на американском капитализме, которое может стремиться к исключительно материалистическим целям, которые затмевают человеческое достоинство. Здесь говорится, что папство, которое должно было контролировать экономику, и воскресенье является частью этого закона. главдата Туссии очень ясно говорит по этому вопросу. Тукьевилл напоминал, и он осознавал, что демократический капитализм, если его не отвлечь от религии, превратится в дегуманизирующую материалистическую пустошь, где люди призывают друг друга и эксплуатируют друг друга ради выгодной выгоды. Итак, здесь у вас есть вся эта социальная доктрина. Третье, в обращении граждан к рецидентным и свободным законам, пробуждающим людей искать общественные блага, которые будут существовать за пределами их собственной ограниченной жизни. Поэтому в скептическое время всегда существует опасность того, что люди будут бесконечно предаваться случайным капризам ежедневного желания. Так что нам действительно нужно это благородное спокойствие, которое приходит нам, когда мы соблюдаем эти дни, где душа на мгновение находит удовольствие от пустоты, веру и любовь к физическому удовольствию распространяется, чтобы заполнить его полностью. Теперь, с некоторыми аномальными отклонениями воскресенье более или менее неотличимы от других дней. Некоторые округа все еще молятся, кроме продажи алкоголя в воскресенье. Некоторые округа Флориды дают взятки при продаже секс-игрушек в воскресенье. Помимо прочей, павильоносе закрыты скачки и автосалоны. Многие европейские страны никогда не отказывались от торговых ограничений в воскресенье, и их экономика прекрасно справлялась. Итак, что они предлагают? Соблюдать воскресенье, воскресный покой. Америка ради собственно эмоционального и духовного благополучия, ради собственно здравого смысла нуждается в восстановлении синих законов. Является ли это движением, которое стремится вернуть воскресенье? Сто процентов. Они говорят о перезагрузке. Мы должны сделать это. Как насчет перезагрузки? Они хотят все перезагрузить. Они хотят перезагрузить общество, они хотят перезагрузить экономику, они хотят перезагрузить промышленность, они хотят перезагрузить окружающую среду, они пошли, они хотят перезагрузить социальный порядок. Все должно быть перезагружено. Новый мир, новый мир после коронавируса. Это будет толчком для воскресного законодательства. И что интересно, эти разговоры против капитализма, так как вы говорили в предыдущих дискуссиях, которые у нас были, это конфликт с Трампом. Да, у нас есть это интересное столковение. А теперь, отличие от того, что мы только что прочитали. Малахия 3,6 «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы сыны Иакова не уничтожились». Господь не меняется, его природа не изменилась, и его закон не изменился. «Не думайте, что я пришел отменить закон», говорит Иисус. Иакова 1,17 «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святого, у Которого нет изменения и ни тени перемены». Вы не можете вот просто изменить закон Божий. Помните день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай, делай всякие дела твои. Мы знаем заповедь о субботе. Как долго? Всю вечность. Я Господь, я не изменяюсь. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Сразоконие 8,2 «И помни весь путь, которым вел тебе Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирять тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет? Нигде нет разрешения изменять Божьи заповеди. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей его и законов его и постановлений его, которые сегодня заповедуют тебе». Чей авторитет мы должны признать? Авторитет Бога. Он сказал, выберите, кому поклоняться, если вы решили поминоваться папству и соблюдать воскресение, а не тот день, который говорит Библия, тогда вы выбираете власть другого божества на этой земле. Учение изменения. Верно. В Таразаконии 10, 13, «Чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедуют тебе, дабы тебе было хорошо. Итак, люби Господа Бога твоего и соблюдай, что повелено им соблюдать и постановления Его, и законы Его, и заповеди Его во все дни. Бог не меняется. Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились и пошли и овладели землей, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею. Благословение, если послушаете заповедей Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповедей Господа Бога вашего». Библия очень ясно говорит по этому вопросу. «И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его. Он говорит во Второзаконии 28.13, «Сделай тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедням Господа Бога твоего, который заповедует тебе сегодня хранить и исполнять». Если бы протестантизм соблюдал заповеди, он бы никогда не был втянут в экуменическое движение, чтобы повиноваться заповедям Папы. Они не стали бы частью Вавилона. Псалтыр 111.1 «Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». Псалом 118.6 «Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои. Всем сердцем моим ищу тебя. Не дай мне уклониться от заповедей твоих». Библия изобилует такими стихами. Иоанна 14.15 «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». Ветхий Завет, Новый Завет, без разницы. Павел говорит в 1 Коринфянам 7.19 «Обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих». Вот что важно. Не ритуалы, не обряды, не другие вещи. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем заповеди Его». Это так ясно. Кто говорит «Я познал Его, но заповеди Его не соблюдают, то лжец и нет в нем истины». А они верят доктрине змея? 1 Иоанна 5.2 «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки». Я мог бы продолжить стих за стихом. Иисус Навин говорит «Выберят они никому вы будете служить». В Откровении также говорится, Откровение 22.14 «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его». Чтобы иметь им право на древо жизни войти в город воротами. Итак, подведем итог. Когда мы смотрим на вопрос послушания Богу, действительно ли Бог сказал? И этот вопрос о том, соблюдаем ли мы заповеди Бога, или мы соблюдаем заповеди мира. Верим ли мы змею или верим Богу? Это выбор. Любая организация, которая следует за зверем, становится частью Вавилона. И когда протестантизм отказался от библейских заповедей в пользу римских заповедей, тогда он пал и стал частью Вавилона. Поэтому весь повторяется два раза. Пал, пал Вавилон. Потому что у него был добавлен другой компонент. Всегда был дракон. Всегда был зверь. Но, к сожалению, теперь это также лжепророк. «Выйди из нее, народ мой, чтобы ты не был причастником ее грехов». И это то, чем учит Библия. И у нас есть выбор. Мы можем либо следовать Библии и сделать это правилом веры, либо мы можем следовать по стопам мира и в духовных упражнениях и быть поглощенными спиритическими учениями. «А я и дом мой, и я также призываю вас, следовать за Господом. Так говорит Господь». Ты помолишься? Хорошо, я помолюсь. Отец, спасибо тебе большое за то, что ты дал нам такое ясное учение в твоем Слове. Помоги нам воплотить его в нашу жизнь. Благослови людей, которые смотрят это видео, а также и нас. И собери нас снова вместе. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.